На телеканале Россия 1 главные вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Куркмазов, мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Госсовет Владимир Путин и Рашид Тимрезов. Глава Карачаева, Черкесии просит население направлять свои пожелания к власти для планирования эффективной работы. Ёлки в ковидный госпитале медикам и пациентам создают новогоднее настроение. Ёлки украшать игрушками ручной работы. Детский коронавирус. Школьникам в группе риска. Наследственные болезни усугубляют состояние здоровья. На что необходимо обратить внимание. Корзина радости. Новогодние подарки, игрушки для тех, кому это не по карману. В больших магазинах Карачаева, Черкесии началась специальная акция. В Карачаевой, Черкесии продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. До 22 января соответствующий указ подписал глава Карачаевой, Черкесии о введении режима повышенной готовности. Нес сегодня Рашид Тимрезов в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаевой, Черкесии коронавирусной инфекции. Рашид Тимрезов принял участие в совместном заседании Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло по председательствам президента России Владимира Путина в режиме видеоконференц-связи. Глава государства совместно с коллегами из правительства России подвел итоги уходящего года по основным направлениям. Пандемия коронавируса, к сожалению, внесла свои коррективы в сохранении здоровья людей, поддержка здравоохранения, социальной сферы и экономики. Были и остаются безусловными приоритетами. Президент еще раз подчеркнул, что все, что обозначено ранее стратегические цели, обозначено для выполнения. Как отметил Владимир Путин, важна предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа, постоянное движение вперед. Вот над чем мы должны сегодня работать и чем мы должны руководствоваться, над чем должны сделать акцент в предстоящее время. По каждому обозначенному президентам направлению мы активно работаем, но остается достаточно нерешенных проблем, требующих дальнейшей мобилизации и усилий ресурсов. Важна и ваша поддержка, уважаемые земляки. Ваши предложения, сообщения, которые оставляете по различным каналам связи. Мы стараемся на них реагировать и обязательно учитывать при планировании работы, сказал Рашид Тимрезов. Поддержать в трудную минуту, создать ощущение праздника, настроить каждого позитивно. Кто в предновогодние праздники оказался во временном ковид-госпитале. Представители волонтерского центра от партии «Единая Россия» совместно с региональным штабом «Мы вместе» в каждом методе учреждения, а их сегодня в Республике 7, доставили пушистую лесную красавицу. Неравнодушные маленьким жителям республиканской столицы позаботились об украшениях на елку. Своими руками они выполнили подделки, которые целыми коробками доставили в госпитали. И уже сегодня символ Нового года украсит фойе каждого отделения. Наряжать елку будут медработники, а помогут им все желающие и пациенты. Также ребята передали пациентам открытки со словами поддержки и пожеланий скорейшего выздоровления. А медикам слова благодарности за их нелегкий труд. Мы объявили акцию подарить частичку тепла, что каждый житель республики может присоединиться как раз и принести, передать игрушки для ковид-госпиталя или какие-то открытки. Очень много детишек откликнулись и сегодня мы привезли в открытках пожелания от детишек пациентам выздоравливать. Кто-то даже писал благодарность врачу, спасибо, что вылечил моего учителя. Я когда вырасту, обязательно стану врачом. И очень такие теплые минуты, я думаю, подарят как раз пациентам и врачам. Мы очень благодарны. Конечно, такая поддержка была необходима, что для сотрудников госпиталя, которые трудятся уже на протяжении 7-8 месяцев в этом госпитале и продолжают, и они будут это делать. И больные, которые по воле судьбы попали в наш госпиталь, это было крайне необходимо. Огромное спасибо. Конечно, все эти елочки мы передадим сотрудникам в зале, где у нас приемное отделение. Мы выставим большую елку, украсим. Каждый подарочек, каждое пожелание детишек, которое они отправили, все это будет доведено до больных лично в руки. Как показывают опыты, статистика заболеваемости, дети в значительной степени подвержены заражению новой коронавирусной инфекцией, чем взрослые. Но, тем не менее, в группе риска могут оказаться дети школьного возраста. Осложнения также возникнут, если у ребенка имеются какие-либо наследственные болезни. Ахмат Халкечев продолжит тему. Первое, на что должны обратить внимание родители, это повышение температуры. Если в течение трех дней она высокая, то к врачу нужно обратиться незамедлительно. Родители, дети которых заболели, обязательно должны обращаться. Обращаться за медицинской помощью. Сначала обращаются к участковому врачу-педиатру. Далее по необходимости обследуемся. Делаем мазочек и рентгенография органов грудной клетки, если есть необходимость в этом. Как говорят медики, выраженной клинике в абсолютном большинстве случаев у детей не наблюдается. Тем не менее, специалисты призывают к бдительности родителей с детьми от 7 до 18 лет. Ну а те, кто помладше, зачастую являются вирусоносителями. Но при наличии каких-либо наследственных заболеваний, даже у ребенка могут возникнуть осложнения, с сожалением отмечают врачи. Если имеются осложнения в виде сахарного диабета или имеются еще другие какие-то эндокринологические заболевания, ожирение, допустим, конечно, в этом случае могут быть и эти же осложнения, но они уже поступают в стационар. Детей, у которых коронавирусная инфекция дала осложнения, со всей республики везут на лечение в Иджигутинскую районную больницу, которая сейчас временно переведена в статус ковид-госпиталя. Детский стационар рассчитан на 20 коек. Сейчас здесь лечатся четверо детей. Дети, которые находятся у нас в Иджигутинской больнице в детском отделении, со средней степенью тяжестью заболевания. Имеются дети, у которых имеется и пневмония осложнением идет, да, и вирусное пневмония при коронавирусе. Получают лечение в полном объеме и в полном объеме также обследуются. То есть тяжелых случаев пока еще не было? Не было, нет, нет. Чаще всего коронавирусной инфекцией заболевают дети, которые оказались в так называемом очаге. То есть в семье, где уже имеются ковид-больные. Следовательно, в подобных случаях взрослым необходимо быть особенно бдительнее. Ахмар Халкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. И весь из-за перштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 14 486 человек. Из них 12 905 выздоровели, 927 госпитализированы. Сейчас в Черкесии минус 7 градусов. Какая погода будет завтра, узнаем от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура ночью минус 7, минус 12, днём минус 2, плюс 3. А в горах ночью до 20 градусов мороза, днём минус 2, минус 7. И на дорогах гололедится. В Черкесии без осадков ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура ночью минус 8, 10, днём 1,3 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Новогодние скидки. До 30%. Куртка в подарок. Спешите. До 31 декабря. Вецкие меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платёж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Это «Главная веса республики». Мы работаем в прямом эфире. Начинающим сельхозпроизводителям Карачао-Черкесии будет проще получить гранты «Агростартап». В частности, смягчаются требования по созданию рабочих мест. Теперь до 2 миллионов рублей сможет получить глава хозяйства, даже если он работает один. Из свыше 2 миллионов, если он привлечёт ещё одного нового работника. Ещё одно изменение касается сельхозпроизводителей и кооперативов. Они смогут направлять средства гранта на покупку оборудования и техники. Кроме того, к заявителям больше не будет применяться требование об отсутствии задолженности по налогам и сборам, что также упростит для них получение грантов. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, эти изменения могут поддержать производители, которые активно вкладываются в развитие сельских территорий. В Министерстве экономического развития Республика и Центр «Мой бизнес» объявляют конкурс для самозанятых. Участникам нужно снять короткий видеорассказ о своём деле. Лучшие получат денежные призы. Но главное – о бизнесе узнают тысячи людей. Принять участие в конкурсе может любой зарегистрированный самозанятый. Длительность ролика не должна превышать 1 минуты. Обращайтесь через аккаунт Центра «Мой бизнес». В рамках инициативы «Новый год в каждый дом» под эгидой общероссийской акции «Мы вместе» в Карачаево-Черкесии появились первые корзины радости. Участникам акции могут стать все желающие. Для этого необходимо положить специальные корзины, которые расположены в торговых точках сладости и игрушки. В преддверии Нового года их переведут детям из социально незащищённых семей. Каждый из нас может подарить детям новогоднее чудо, которое они очень ждут. Первые корзины радости уже установлены в гипермаркете «Лента», а также в супермаркетах «Смарт» и «Меркурий». Посетителям данная акция очень понравилась, ведь уходящий год был очень тяжёлым для многих людей и хочется завершить его на мажорной ноте. Сейчас, мне кажется, помочь людям – это замечательная возможность. Здесь раньше, насколько мне известно, стояла ёлочка. Мы тоже каждый год участвовали, всегда старались как-то… Ну, это уже как традиция, что ли, в Новый год – помочь какой-то семье или ребёнку, ну, по возможности. Мне кажется, любая семья с удовольствием примет участие в такой акции. Это добрые дела. Впереди Новый год. Год и так был сложный. И мне кажется, сделать хоть какое-то доброе дело – это уже бонус. Новый год в каждый дом. Под эгидой общероссийской акции «Мы вместе» проходит акция «Ёлки-арт». Праздник в каждом дворе. Во дворах многоквартирных домов проходят праздничные мероприятия. 20 дворов охватят в Черкесске и 5 в муниципалитетах. В основном это где живут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Каждый двор на время превратится в арт-пространство, центром которого станет уникальная ёлка-арт. В праздничной программе музыкальные выступления цитерализованные постановки с участием актёров национальных театров Крачева-Черкесии, артистов Республиканского центра народной культуры, сказочных персонажей. Праздничная программа подготовлена с учётом интереса всех возрастных категорий и соблюдения всех профилактических мер. В этом году 31 декабря станет красным днём календаря. Глава Крачева-Черкесии Рашид Тимрезов подписал указ об объявлении 31 декабря в Республике выходным днём. Рабочий день переносится на субботу, 26 декабря. А прямо сейчас продолжение сериала «Тайны следствия». Приятного вам вечера на телеканале «Россия-1». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова